Модно не значит дорого. Два этажа одежды и обуви по очень низким ценам. Налетай, молодежь! Ульца Розы, Люксембург, 86В. Территория Октябрьского рынка. Водитель такси Александр, сбивший двух сотрудников ДПС Константина Горохова и Кирилла Изместева, предстанет перед судом. Следователи завершили расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП, которое произошло в октябре прошлого года у дома печати. Все подробности в рубрике «Сводка». Ночью 14 октября на перекрестке производственной Московской дорожные инспекторы Константин Горохов и Кирилл Изместев оформляли аварию. В этот момент таксисту на Рено на большой скорости их сбил. Один из полицейских спустя несколько минут после наезда скончался в травмбольнице. Второму врачи сделали тяжелейшую операцию. Он несколько месяцев находился в реанимации. И все же спасти его тоже не удалось. Таксист Александр на месте ДТП признался, что не заметил полицейских. По факту смертельной аварии на него завели уголовное дело, взяли подписку о невыезде. Теперь дело обвиняемого таксиста направлено в суд. Женщина и ребенок пострадали при пожаре в поселке Новый. Возгорание произошло 7 июня в частном деревянном доме на улице Громовой. На место прибыли пять пожарных расчетов. С огнем боролись почти 20 спасателей. Несмотря на оперативность сотрудников МЧС, в огне пострадала 46-летняя женщина и ее полуторагодовалый внук. С ожогами их доставили в больницу. По предварительным данным причиной пожара стал вспыхнувший фен, который находился в детской комнате. Гараж видишь? Конкретно вопрос какой у вас? Конкретно? Да, конкретно какой вопрос у вас? Гараж во дворе на улице Володарского стал яблоком раздора трех водителей. Девушка припарковала рядом с ним свою машину и ушла в магазин на 15 минут. А когда вернулась, то увидела, что ее закрыли. Владельцы Ниссан Кашкай и Опеля, муж и жена. Так они хотели проучить автоледи за то, что она закрыла им въезд в гараж. По какому принципу при закрытом гараже я должна понять, что здесь ест в гараж? Если вы закроете мне въезд в гараж, я припаркую жину, да, как я считаю? Хорошо. И еще раз меня закроете. В итоге девушка-водитель позвонила в ГИБДД. После этого ей дали дорогу, и она выехала со двора. Мы это сделали! Падение легенды «Прощай, железный ганс». Таким образом, жители Козельнича попрощались с 35-метровым подъемным краном. Несколько лет он был заброшен и привлекал внимание подростков и экстремалов. Местные жители пожаловались активистам ОНФ. Те обратились в прокуратуру с просьбой обязать собственника крана исключить доступ на объект посторонних лиц. Судя по всему, просьбу выполнили. Алина Котрихова, Место происшествия.